Дорогие друзья, доброе утро. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Волна Республиканского радио для вас и Республиканский канал НВК Саха. Оставайтесь с нами в этом часе, потому что говорить мы будем о важном, о здоровье. В нашей студии врачи Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, заместитель главного врача по клинике экспертной работе Надежда Петрова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Я ваше учество забыла? Семеновна. Надежда Семеновна, спасибо. И руководитель регионального сосудистого центра Наталья Степанова. Наталья Валентиновна, добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Эфир проведу я, редактор Светлана Вишнякова, режиссёры Марии Новгородовой, Екатерина Голикова. И начать я хочу, во-первых, с благодарности врачам и в вашем лице всем врачам за вашу помощь. И вот то, что вы в такое непростое время помогаете людям, конечно, сильно нас всех напугала пандемия. И расскажите, пожалуйста, о том, как вы лично пережили вот эти непростые времена, и как ваша больница пережила эти времена? Конечно. Для всего мира, для всей России период прошёл непростой. Самое тяжёлое, самое трудное, я думаю, что мы пережили. В нашей больнице, в нашей республике, вообще здравоохранение нашей республики, и в частности в нашей больнице, мы в кратчайшие сроки, как и по всей России, очень быстро переформатировались, организовали свою медицинскую помощь таким образом, чтобы оградить от пациентов, которые не инфицированы ковидом были, от пациентов, которые были инфицированы или у которых были подозрения, что у них ковид. И очень быстро организовали эту работу, и 2020 год мы пережили напряжённо, как и здравоохранение всей республики, но выстояли. На сегодняшний день волна заболеваемости спадает, уменьшается количество, вы знаете, по сводкам, наверное, оперативным сводкам, что количество выявленных пациентов, вновь заболевших пациентов уменьшается, и поэтому усиленно ведётся вакцинация. Думаю, что самое сложное позади. Вот как раз про вакцинацию. Я поставила себе прививку не так давно. Некоторые люди всё-таки боятся, и ещё есть такое мнение, что пока ты вторую прививку не поставил, она же разбивается на две части, ты всё равно остаёшься уязвим, и тебе прямо это время до второй прививки, и потом ещё 21 день, нужно очень сильно себя беречь, то есть с большей какой-то осторожностью. Так ли это? Или всё-таки вот первая прививка, она уже... Я думаю, что иммунитет делает более сильно. Мне, например, так показалось, что мне как будто иммунитет у меня после первой прививки стал как будто лучше. Вы совершенно правы. Любая вакцинация, она в период пандемии, она просто необходима. И вакцинация, профилактическая медицина, вакцинация и вообще вот в этой части профилактики инфицирования, профилактики заболеваний таких инфекционных в России, здравоохранения поставлено очень хорошо. И поэтому надо вакцинироваться. Вакцины сейчас апробированные, хорошие, изучаются, очень много наблюдаются. Мы, медицинские работники, считаем, что вакцинация – это профилактика. И от этой профилактики отказываться добровольно не стоит. Надо вакцинироваться. Я вот от гриппа всегда прививалась, и поэтому как-то всё-таки я прививкам доверяю, потому что заметила, что меньше болею. И сейчас, послушав тех людей, которые перенесли ковид, я понимаю, что лучше я вот, может быть, где-то рискну, да, и привьюсь, и тем более там забота о моих близких. И когда я пришла в поликлинику прививаться, я обратила внимание, что очень большая очередь была. И хоть немножко такое было ощущение, что люди всё-таки немножко ещё побаиваются, да это, наоборот, даже как-то сплотило. И очень много было мужчин. Мужчин было больше, чем женщин. С чем это связано? Конечно, как и само заболевание ковид, и результаты вакцинации, и как с ним быть, и что с ним делать, это как бы заболевание-то свежее, поэтому как бы до конца не изучено. Конечно, есть какой-то определённый страх, конечно, есть. Это совершенно нормально. А мужчины, почему мужчины? Даже сложно сказать, Наталья Валентиновна, что вы думаете? Даже не знаю. Я думаю, у этих мужчин очень хорошие жёны. Матери, которые их убедили. И сами мужчины в наше время стали более сознательны, стали лучше следить за своим здоровьем, заботиться о своих близких. Поэтому, я думаю, такой у нас большой спрос на вакцина. А как сами врачи, как вы, ну, не за всех говорить, да, вот как вы сами лично, как вы сейчас вот себя сберегаете, о своём здоровье, заботитесь о себе, о своих близких? Ну, конечно, с наступлением, с появлением этого вируса, неизвестного нам ранее. Мы все тоже перенесли определённый стресс. И наша домашняя семья тоже очень переживала и за нас, и мы за них переживали. Ну, дома, как и по всем рекомендациям, соблюдали санитарно-эпидемический режим, обрабатывали весь дом, руки обрабатывали, стали чаще уделять больше внимания данному вопросу профилактики. Носили маски, изолировались, не гуляли, до сих пор продолжается это. Стараемся сильно не появляться в общественных местах. Вот, мне кажется, одно из сложных таких вот, один из сложных нюансов, это вот ношение у врачей масок, это же очень тяжело дышать. Я вот никак не могу себя приучить носить маску так, как вот у вас одета она. И вот, если я так ношу маску, я себя защищаю хоть в какой-то мере, вот как у меня одета без носа закрытого? Или это вообще бесполезно? То есть вот так, одев маску, я могу вообще её не одевать? Или всё-таки как-то я немного себя уберегаю? Ну, вообще вирус, как известно, основной путь передачи – это воздушно-капельный путь, да? И маску необходимо носить, конечно, по всем правилам. Маска должна закрывать как рот, так и нос, потому что воздушно-капельный путь предполагает и дыхание, в первую очередь, да? Это дышим мы через нос, поэтому вирусные частицы, они распространяются так же эффективно, как и через рот. Поэтому маску нужно носить, натянув её на нос. Я думала, что вот в носу есть какие-то фильтры, да, а рот всё-таки он больше подвержен, вот дыхание же больше рот. В том делаем, когда дышим. Я вот так думала. Какие маски лучше, вот, как одеты у вас или как у вас? Или нет разницы? Разница, конечно, есть. Маска с фильтром, эспираторы, они более эффективны. Ну, да. Маски одноразовые, медицинские, обычные, конечно, считаются менее эффективными, поэтому их вообще менять необходимо раз в три часа. А вот стирали некоторые, когда масок не было. Сохраняли ли эти маски уже защиты? Защитные свойства теряются, конечно. Вообще или чуть-чуть меньше становится? Нет, маска, она потому и одноразовая, что она эксплуатируется в течение трёх часов по инструкции, затем она утилизируется и более она не используется повторно. Вот защитные свойства, она, во-первых, вся инфицируется, при обработке защитные свойства всем теряются, фильтр, который... Ну, все вот эти вот ткани, они, конечно, нарушаются. Вот когда было время, что не было этих масок, я в одной маске проходила всю пандемию. Видимо, бог меня... Одноразовая? Да, я её стирала всё время. Вам повезло. Да, видимо, меня бог уверёк просто. И ещё вопрос про маски. Слушатели спрашивали, зная, что вы придёте в сегодняшний эфир, как, есть ли разница, некоторые носят маски, вот, допустим, вот этой вот тёмной стороной внутрь, некоторые вот удевают так, как вы. Есть ли какая-то разница в этом? Или всё-таки вот так нужно? Я читала много и видела много мнений, даже читала специально интервью, и даже какие-то, ну, небольшие, может быть, исследования на этот счёт. Ни одно из них меня не убедило в том, что есть большая разница в том, какой стороной носить. Для меня есть только та разница, что я знаю, что какая сторона, ну, какой стороной я надела сейчас эту маску. И уже это сила привычки. Сам всегда я ношу маску с светлой стороной к лицу, да, и поэтому главное не перепутать, какой стороной я надела её. Спасибо, когда я так сразу вот вас переадресовала на вот заболевание, да, ковид, ну, невозможно сейчас об этом говорить, и слушатели всё-таки ждали эту информацию, поэтому не могла вас не спросить. Конечно же, сегодня мы больше, сегодня будем больше говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях и о работе вашего центра. Я знаю, что ваш центр работает сейчас на повышение качества медицинской помощи. Как это можно сделать в новых реалиях, когда всё-таки врачи, ряды врачей немножко поредели? И устали многие. Ряды врачей? Ряды врачей не поредели. Не поредели? Нет, не поредели. Мы как все работали, так и работаем. Но были, я к тому, что были смерти врачей во время пандемии, кто-то сам заболел, к сожалению. Да, к сожалению, вот этот момент, конечно, то, что заболевали врачи, да, заболевали врачи, этот момент, конечно, никуда не идти, как и все люди. Мы же ведь тоже люди и тоже болели, тем более, что находимся в пике внутри этого ковида, красная зона, прямо в очаге, с пациентами, с нашими же, их же, кому-то надо лечить, осматривать и работать, и поэтому, ну, на сегодняшний день практически все доктора, которые заболели, они на сегодняшний день уже в строю, уже активно оперируют, слава богу, выполняют свою работу, да, и, ну, обстановка нормальная. Вообще, вот, если возвратиться к региональному сосудистому центру, вот сейчас у меня в руках очень исторические документы, которые, которые начали прокладывать путь для того, чтобы республика вошла в национальный проект Российской Федерации здравоохранения. И этот период был 2006 год, 11 декабря 2006 года, когда президент республики Саха-Якути Вячеслав Анатольевич Шторов направил министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Михаилу Юрьевичу Зурабову о том, что республика хотела бы участвовать в национальном проекте профилактика и лечении болезней системы кровообращения. Вот на тот период назывались эти проекты. И таким образом заложен был длинный и такой благотворный для республики путь, когда сейчас республика участвует практически во всех национальных проектах. Конечно же, основной национальный проект это национальный проект травоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас в республике имеется региональный проект, он одноименный, называется борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот проект у нас работает с 2009 года. С 2009 года в то время Вячеслав Анатольевич Туров заместитель председателя правительства Куприянов Юрий Михайлович министр здравоохранения республики на тот период Вячеслав Лаврентьевич Александров и наши руководители действующие в тот момент в нашей больнице это Андрей Борисович Ольга Викторовна Таринова Земфира Макаровна Кузьмина это те люди, которые непосредственно приняли участие в том, чтобы республика вышла в проект. Мы сейчас придемся на короткую рекламу на две минуты и очень скоро снова вернемся в эфир, поэтому слушатели и зрители нас не теряйте. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире вашему вниманию программа Якутск Сегодня радиоволна и республиканский телевизионный канал для вас до 11 часов мы в прямом эфире в нашей студии врачи республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи заместитель главного врача по клинике в экспертной работе Надежда Петрова и руководитель регионального сосудистого центра Наталья Степанова. И сейчас мы продолжим разговор про проект, цель которого сделать помощь врачей для населения более качественной и конечно же поговорим о том, как сегодня работает ваш центр и я думаю, что обязательно расскажем нашим слушателям и зрителям о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, потому что лидируют эти заболевания и слушатели могут к нам присоединиться по телефону прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66 и у нас уже есть звонок. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор. Да, Виктор, слушаем вас. Я живу в городе Якутске. Я вот хочу спросить, я вот осенью прошлого года в легкой форме переболел ковид 19 и вот я вот хочу спросить так, меня зовут Виктор, я в городе Якутске. Да, 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 я слышу. Я в прошлом году переболел в легкой форме ковид 19 и вот просто хочу узнать, что, ну, где-то уже март у меня получается шестой месяц я могу получить вакцину. Так, еще у меня будет второй вопрос. А задавайте сразу второй вопрос. Так, и вот, например, я вот замечаю вот ближе к шести месяцам, что у меня появилась перхоть и ломаются волосы. Связываете это с заболеванием, да, последствия? Да, раньше не было. Спасибо. Виктор, спасибо большое. Вот давайте ответим, можно ли вот по истечении шести месяцев, да, после заболевания переболевание уставить. Здравствуйте, Виктор, спасибо за вопрос. Да, спустя шесть месяцев после заболевания вы можете обратиться в вашу поликлинику и получить вакцину от этого вируса. И второй вопрос по поводу перхоти и ломкости волос. Вирус новый, конечно, все его последствия еще до конца не изучены, еще мы долго будем изучать наука мировая, и возможно, конечно, никто не исключает, что это и может явиться последствием вируса, потому что по многим данным практически все органы и системы организма в той или иной мере страдают от этого вируса, поэтому вам нужно, конечно, проследить сначала, если вдруг это у вас в течение какого-то непродолжительного, ну, какого-то времени не пройдет данная проблема, то нужно обратиться, конечно, к специалистам. Вообще, слышу тоже от многих людей, что последствия, вот те, кто принесли ковид, последствия очень разные, вот правда удивительные, кто-то в депрессию прям впадает и чувствует, что у него пропадает желание быть социально активным, да, как-то общаться с людьми, и вот-вот что-то набирается, вот сейчас уже одна из причин. У нас есть еще вопрос слушателя, давайте соединимся с нашим слушателем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Захарова Наталья, сам где, вот у меня такой вопрос, я уже в течение 20 лет, значит, у меня заболевание сосудистое, и вот вы знаете, меня невропатологи вот в течение 20 лет лечит одними и тем же лекарствами. Неужели методика вот этого заболевания, вот лечения заболевания, оно изменилось или нет? Вот я хотела спросить, но вот извините, у меня голос такой. Наталья, спасибо вам большое за ваш вопрос, за ваше внимание. Давайте послушаем ответ врачей, наших гостей. Здравствуйте, Наталья, также благодарю вас за интересный вопрос. лечение, конечно, медицинская наука не стоит на месте, методики, препараты разрабатываются постоянно, ежегодно, постоянно меняются клинические рекомендации по лечению, ведению различных заболеваний, и, конечно, сейчас несложно ответить на ваш вопрос более конкретно по поводу в эфире, мы не будем обсуждать ваш диагноз и так далее, да, но думаю, что если действительно болезни есть и действительно диагноз вам поставили, то необходимо, ну, видимо, может быть, попробовать получить консультацию какого-то другого специалиста данного профиля, дубролога. Дополни, да? Тут, Наталья, вам можно обратиться в свою ЦРБ, по-моему, сказала Амгинский район, Амгинское ЦРБ, это очень хорошая больница, Амгинское ЦРБ, попросить направить вас на обследование национальный центр медицины. Это делается сейчас очень легко по системе Медведь, есть обратная связь с медцентром, будет назначена дата, если ваш врач участковый, запросит на консультацию направить вас, то медцентр вам предоставит дату, и вы на эту дату спокойно приедете и обследуетесь. У меня тоже еще есть вопрос слушателя вот по этой теме, но есть слушатель еще на линии, давайте примем еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А мы с северного района, да? А как вас зовут? Николай. Да, Николай, слушаем. Да, вот так у нас это возникло вопросы перед Новым годом 30-го числа. Так, наши дети, это не скрипит, что это, они родственникам же живут, да, сейчас, обшага не дают, дистанционно учатся, и у них с района требование такое было, что в этой справке надо, да, с ковидом, что они не болеют. Мы там, это на Кальвице, это пятая поликлиника, да? Спасибо. Мы там прошли, и после второй день не успели взять справку, и я был 30-го числа, они мне не дали справку, и даже не информировали, что мой племянник, да, что болеет или не болеет, отрицательный, то есть, или неотрясательный. А вы из какого района? Я не согласен, да, я здесь в Якутске живу. А, вы из Якутска? А когда в нашем подъезде все закрылись из 17-го квартиры, все информировали из 17-го квартиры уже коронавируса, и нас все посадили на карантине на пару недель. А вот почему вот это Никифорова Анастасия Серафимовна информировала, что мы в одном доме живем, и мы не должны знать, что не болеет отрицательный, неотрясательный. Она там стерика поднимала, все, все это самое. Николай, спасибо за ваше мнение. Врачи услышали, надеюсь, прокомментируют. У нас есть еще один звонок. Николай, сейчас все, давайте одного слушателя возьмем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вас там что-то в параллель, какой-то звук, выключите, что у вас там работает. Маши телевизор, да? Да. А, где? Алло. 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 Алло, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос слушаем. Александра, Алексеевна, Якутск. Да. Я хотела бы спросить, вот я перенесла операцию тяжелую, пересадки печени, и вот у меня в последнее время снизился уровень слуха. Я, ну, консультировалась, и сказали, что это сосудистые. Что это значит? Я кому-то дальше должна обращаться, или же как? Они мне ничего не сказали, что мне смотрел там по поводу моей болезни. Спасибо, Александра Алексеевна. Так, ну, можем по очереди, да, про Николая прокомментировать. Николай, значит, я так думаю, что вам за справкой все-таки накаливается медцентр города Якутска. Стоит подойти, потому что, если вы находитесь по адресу зарегистрированных, которые курируют поликлиника пятая, то есть медцентр, медцентр города Якутска, то, значит, вам следует подойти, потому что в каждой поликлинике имеется большая база пациентов, своих граждан, которые проживают. И если вы являетесь контактными с каким-то пациентом, который перенес коронавирусную инфекцию, то вы, о вас будут иметься сведения. А то, что касается справки, эту справку получить достаточно просто. Насколько я знаю, сейчас в поликлиниках даже через госуслуги эти справки можно получить в некоторых поликлиниках. Но на медцентре города Якутска это очень хорошая поликлиника, очень хорошая больница, организована работа очень хорошо. Они в ковид, кстати, медцентр города Якутска в ковид перенесли, у них очень большая плотность населения на участках и перенесли очень большую нагрузку. Работали очень слаженно, хорошо. И поэтому я думаю, что не затруднит выдача справок с медцентра города Якутска, вам стоит обратиться в регистратуру. По второму вопросу у Александра Алексеевны по поводу сосудистого заболевания. Ну, наверняка это возможно связано с какими-то реологическими изменениями крови, то, что начали появляться какие-то шумы или снижение шума в ушах или снижение слуха, вам стоит обратиться к неврологу, к врачу-неврологу по месту жительства, либо в поликлинике, где вы наблюдаетесь, либо в медцентре, где вы наблюдаетесь уже по пересаженной печени. Спасибо. Вот мой вопрос еще от заранее перед эфиром спросили наши слушатели, зрители. Интересуется женщина, у нее давление пониженное уже 19 лет. Как? Вот. И чайные напитки для сердечно-сосудистой системы на травах, насколько они будут эффективны для нее, чтобы давление держать в норме? Или все-таки ей необходимо принимать какие-то лекарственные препараты? Я отвечу на этот вопрос. По поводу пониженного давления сначала. Современная наука, кардиология тоже изучает этот вопрос. И людей вообще с пониженным уровнем давления много в мире. Основная часть часто это женщины, молодые женщины. И пониженное давление не несет за собой никаких последствий, в отличие от повышенного давления. таких грозных последствий, каких-то осложнений. Часто такие люди с пониженным давлением ощущают, чувствуют себя плохо, у них бывает слабость и так далее, различная симптоматика. для того, чтобы поднять тонус организма, для того, чтобы повысить немножечко артериальное давление, чтобы чувствовать себя лучше. Есть рекомендации, такие, как физическая активность, употребление хорошего объема жидкости. чай, конечно, спорная тема, потому что один чай хороший, другой чай плохой, надо знать состав этого чая, и просто обобщающе сказать нельзя, потому что все мы знаем, что есть чай для похудения, которые, к примеру, для похудения, которые имеют очень сложный состав, и которые очень вредят здоровью. У меня даже картинка есть, я тогда после эфира вам покажу и спрошу вас про этот чай. У нас сейчас второй блок заканчивается, две минуты у нас еще реклама будет, а потом мы снова вернемся, слушатели и зрители, не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в эфире в нашей студии врачи Республиканской больницы номер два Центра экстренной медицинской помощи. Это Надежда Петрова и Наталья Степанова. Мы говорим про важную вещь, про здоровье. Звонков очень много спасибо всем, кто с нами в этом часе. И, конечно же, звонков много, потому что врачи в эфире заждались, вас ждут сейчас, потому что хотят люди узнать, много вопросов все равно у всех. И я хочу вас еще раз поблагодарить, что вы пришли в нашу студию, потому что не все врачи сейчас в это время отваживаются это сделать. Кто-то боится, может быть, что-то не то сказать, какие-то вопросы может поставят в тупик или как-то не захочется на них искренне отвечать. Не знаю, в чем причина. Кто-то, может быть, просто не успевает сейчас. Поэтому вам спасибо от меня, от слушателей, от зрителей, что вы сегодня в нашей студии. Мы вот говорили про сердечно-сосудистые заболевания, про чьи на травах, вы сказали. А могут ли чьи на травах наоборот помочь не при пониженном давлении, а при повышенном? Потому что при повышенном тоже люди думают, чем бы и как, чтобы не особо на таблетки подсаживаться. Да, действительно, хороший вопрос. Спасибо. Артериальная гипертония это проблема. Проблема не только Якутии, не только России, но и всего мира. Артериальная гипертония является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, таких как инфаркт, инсульт, такие как хроническая почечная недостаточность и так далее. Много осложнений у этого заболевания и относиться к нему как будто это какой-то незначительный ничего, ни на что не влияющий дефект, проблемка, такая небольшая не стоит. Я знаю, люди, многие не обращают внимания, считают, что повышенное давление это у них наследственное или возрастное и так и надо и живут с этим какое-то время, к сожалению, потом многие из них попадают в наш сосудистый центр с заболеваниями. про попасть в ваш сосудистый центр спрашивали еще слушатели, открыт ли он сейчас и еще по поводу кадров, как вы набираете и набираете ли кадры и закрытый ваш центр? Расскажите. Наш центр вообще в республике по планомерному переходу на плановую работу началась в октябре 2020 года. У всех больниц были свои планы, все скоординировали свои действия и приказом Министерства здравоохранения в январе 2021 года уже постепенно больницы начали свою плановую работу. Наша больница не исключение, мы расширяем свою плановую работу, но при этом соблюдаем сложившийся центр на эпидемиологические ситуации и требования. У нас создано больнице два потока пациентов. Это пациенты, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию, пациенты, которые имеют коронавирусную инфекцию, и пациенты условно чистые, то есть не инфицированные. Только сердечно-сосудистые, у которых сердце. И в том числе региональный сосудистый центр работает в полном объеме, в полном объеме принимаем пациентов как и с инсультами, с инфарктами, кадрами, штатами полностью все обеспечены, укомплектованность у нас полная, и поэтому потребности в кадрах таких, чтобы обеспечить работу регионального сосудистого центра, потребностей такой нет. И что касается кадров, как набираете кадров, если имеется в виду, что в период пандемии, когда больницы некоторые, например, республиканская клиническая больница была закрыта, там какие-то профили, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, если эти потоки пациентов были перенаправлены в нашу больницу, то соответственно оперативным штабом взаимодействием оперативных штабов Министерства здравоохранения и Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи все это оперативно отрабатывалось и происходила комплектация с штатами. Оперативно решаем, оперативно решаются эти вопросы. Спасибо. Конечно, невозможно в эту профессию идти без призвания, все-таки человек должен любить я не знаю даже какие качества самые важные для врача, какие самые важные терпения, любовь к людям. У меня просто не так давно я общалась со своими одноклассницами, они обе по призванию в медицине, любят медицину. сегодня хочу передать им привет, это Оля и Надя, знаю, что вы смотрите, вам привет. И хотела еще про давление спросить, если речь идет о давлении у человека, которому ближе к 80, то есть пожилые люди, им без таблеток, если они понижают давление высокое, вообще невозможно. То есть там, например, дилемма, что меньше химии в себя, или все-таки пить таблетки и понижать давление, чтобы не было инфаркта. Не дай бог, все-таки вариант с таблетками предпочтительнее или как-то по-другому? Вообще артериальная гипертония это заболевание, которое является хроническим. Причина именно истинно эссенциальная артериальная гипертония такой одной какой-то причины, как, допустим, вот коронавирусная инфекция, мы знаем, что там есть вирус, он вызывает заболевание, провоцирует у артериальной гипертонии такой явной причины. Нет, есть многофакторное такое заболевание, оно может возникать довольно относительно молодом возрасте. Ну, когда совсем молодых, конечно, мы обычно ищем причину действительно, бывает там заболевание почек, когда у 20-летних повышенное давление, но когда уже пациент приближается к более такому среднему возрасту и начинает повышаться артериальное давление, то, конечно, по всем клиническим рекомендациям и России, и европейские, и американские, которые, в принципе, совпадают, коррелируют между собой, рекомендовано назначение лекарственных препаратов, гипотензивных препаратов, которые необходимо принимать ежедневно, постоянно, и это касается не только пациентов, людей в возрасте там 80+, это касается практически всех пациентов, которым выставлен данный диагноз. В результате дообследования, в результате, конечно, врачебного осмотра, специальных методов обследования, наблюдения, в течение какого-то не сильно продолжительного времени. Если врач рекомендует лекарственный препарат, то его нужно принимать, потому что артериальная гипертония, к сожалению, не излечивается, и это является прогрессирующим заболеванием, которое еще вызывает, является одним из факторов риска развития других, более грозных болезней, как уже я вот перечисляла ранее, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность. Не дай бог, а есть ли такое, что к какому-то одному препарату, например, человек привыкает за определенное количество лет, и нужно вот препарат от давления, понижающий давление, менять, или вот ты уже подсел на один, он тебе помогает и пьешь его всю жизнь? Да, здесь вот такое двоякое тоже мнение, если препарат действительно современный, эффективный, и если он человеку подходит и эффективно снижает артериальное давление, то прыгать с препарата на препарат, конечно же, не стоит. Но есть у лекарственных препаратов такой момент, именно у препаратов от артериальной гипертонии, у некоторых групп препаратов эффект ускальзывания. То есть со временем организм как бы привыкает, как бы действительно возникает, разрабатывает механизмы, которые обходят механизм действия этих препаратов, и немножечко эффект их ослабевает. Тогда, да, действительно, тогда приходится заменять терапию, либо усиливать ее, но еще и сама же болезнь не стоит на месте, она тоже постепенно прогрессирует. Вот артериальное давление становится более таким стойким, труднее его снижать, и терапию приходится усиливать. Но отменять, самостоятельно менять что-то, делать перерывы, пусть желудок отдохнет и так далее, как бы это не стоит, потому что отмена препаратов грозит резким повышением давления и развитием проблем. Давление, психосоматику вы верите? Вот врачи, которые, вы физику хорошо знаете, что давление, это когда человек давит на себя, да, вот проблемы с давлением. Или это как-то вы не рассматриваете? Психосоматика, конечно, есть. Психосоматика изучается активно, и довольно-таки интересные направления вообще изучения. Но конкретно сказать, что конкретно одна психосоматика является причиной гипертонии невозможно. Да, одна из может быть причин. Она может быть одна из каких-то многих причин, половину из которых мы даже не знаем вообще причины. Спасибо. Мы уже скоро уйдем из эфира, и у нас остается немного времени. Профилактику расскажите, как уберечь себя от заболеваний сердечно-сосудистой системы, что нужно делать? Ну, кратко скажу, существует первичная профилактика и вторичная. Первичная – это еще до развития заболеваний самих, да, и вторичная – это уже после того, как заболевание свершилось, да, уже человек перенес инфаркт или инсульт, и уже после этого проводится профилактика по недопущению повторных случаев. Начнем с первичной. Первичная, конечно, это здоровый образ жизни, как это небанально звучит, питание правильно, это физическая активность, это снижение, недопущение лишнего веса, да, или снижение, если есть, ну, правильное снижение, конечно, здоровое, не нужно там голодать или какие-то экстремальные методы применять. Это контроль за уровнем давления, контроль уровня холестерина, особенно мужчинам, ну, женщинам тоже, но мужчины у нас раньше начинают болеть, да, инфарктами, инсультами и так далее, и мужчины меньше следят за своим здоровьем, но вот мужчинам как раз-таки и надо больше соблюдать вот эти вот меры первичной профилактики. Если следить за уровнем сахара в крови, избавляться от вредных привычек, ну, вот такие вот, да, и если есть какие-то заболевания уже, то их необходимо, конечно же, лечить, постоянно наблюдаться у врача, не самостоятельно там что-то придумывать. Сердце наш мотор очень важное. Вы в хорошей физической форме, это приятно, потому что иногда врачи бывают, как и все живые люди, да, тоже с лишним весом. Спасибо вам большое, что вы сегодня в нашей студии были. Напомню, что в нашей студии гостили врачи Республиканской больницы номер два центра экстренной медицинской помощи. Вы, пожалуйста, к нам еще приходите, потому что вопросов очень много было, мы не все смогли выпустить в эфир. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание, будьте здоровы и вам хорошего дня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok